На старт приглашаются два экипажа, пара минут на подготовку, 3-2-1 взлет. Так начинается воздушный бой. Семь сильнейших команд страны – москвичи, петербуржцы и гатчинцы – сражались в этот день за Кубок России в небе над стадионом «Балтийский». Горожанам к такому зрелищу не привыкать. Подобные соревнования в Гатчине проходят далеко не впервые. И все же субботний турнир отличался от предыдущих, прежде всего, моделями. На этот раз планерами пилоты руководили не пультом, а с помощью корда. А это принципиально другой вид управления и совсем иной вид авиамодельного спорта. Здесь, во-первых, сама видимость модели и управление. То есть там осуществляется по радиосигналу, здесь корд. Соответственно, ты моделью управляешь не только визуально, но и чувствуешь ее физически. Корд – это стальная проволока, толщиной около полумиллиметра и выдерживающая более 30 килограмм. Именно кордовые нити в этом классе авиамодельного спорта крепятся к планеру. Ими и управляет пилот. Правила боя же почти такие, как с радиомоделями. Основная цель – отрубить ленточку, привязанную к модели соперника. За это начисляется сразу 100 баллов. На битву экипажам выделяется 4 минуты. За каждую секунду, проведенную в воздухе, команда получает 2 очка. Кстати, это тоже не так-то просто, даже несмотря на всю прочность корда. Проволоку запросто перерубают винты, так что на случай аварии у экипажа всегда должны быть запасные планеры. Обычно на соревнованиях команда приезжает сразу с десятком моделей. Их спортсмены изготавливают самостоятельно, но чаще все же покупают. Модель там строят в среднем где-то 1000 рублей, наверное. Это сам планер, то, что без двигателя. Двигатели люди делают гораздо меньше. То есть производители микродвигателей на весь мир, их по пальцам пересчитать можно. Ну, соответственно, это уже в большинстве своем покупное изделие. Приобретается двигатель, в районе, наверное, 200 долларов он стоит, потому что производители есть Украина, Россия, еще там в других странах делают. Поэтому где-то такая примерно цена, но, естественно, околеблется маленько. Покупать модели или собирать их самостоятельно – выбор каждого. Главное, на это спортсменам не жалко ни средств, ни времени. Авиамодельный спорт набирает былую популярность. Сегодня он особенно активно развивается в Прибалтике. Не обошел бум и гатчину. Только за последние годы здесь открылось 5 авиамодельных кружков. Два в городе при районном комитете образования, это общественные организации ДСААФ, и еще три в районе – в Сиверском, Белогорке и при храме в Сусанино. Сейчас спортсмены тренируются в основном на поле на аэродроме, но в планах своя собственная площадка. Я хотел бы стадион около платформы «Маринбург». Там футбольное поле есть, свободное такое, подальше от жилых районов. Потому что, как вы слышите, звук, который доносится за моей спиной, да, очень сильный, и желательно, чтобы это было вдали от жилых зон. Так что, возможно, уже совсем скоро у спортсменов появится личное тренировочное поле. Хотя и сейчас гатчинская команда устойчиво держится в тройке лидеров. На этих соревнованиях наш экипаж взял бронзу на втором месте столичные гости, а вот питерскую команду обогнать не смог никто. В личном зачете победу одержал москвич Алексей Сергеев, а специальный приз кубок главы администрации Гатчинского района получили самые результативные участники соревнований, опять-таки, петербуржцы – братья Максимовы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова